На Первом канале продолжается горячо любимое народом шоу «Ледниковый период». Артисты и спортсмены не устают удивлять своих зрителей. И у нас в гостях участники проекта «Ледниковый период» актер Александр Дьяченко и призер чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробяцко. Доброе утро. Доброе утро. Я вас поздравляю с успехом, потому что все оценки 6-0 это ведь большая удача. Я очень рада, на самом деле, даже больше, чем Саша, наверное, потому что для него это первый такой успех в фигурном катании. Александр, это первый ваш успех в фигурном катании или нет? Мой первый успех, который я считаю абсолютно достойным для себя, достойным, был, когда вдруг случился первый тренировочный день, когда я ни разу не упал. Это был самый главный мой успех. На экране такое ощущение, что все дается вам очень легко. С какими трудностями вы столкнулись в проекте? Я думаю, что, в общем, я выбрал правильную тактику с самого начала. Я очень много падал, громко падал. Я много вешу, падаю с высоты. Я думаю, что таким образом ее вести главный эффект. Я смягчил сердце Маргариты. И, в общем, элемент жалости появился в ее отношении ко мне. Вот с этого момента все пошло. Мне меньше кричат. Такому высокому статному мужчине очень трудно исполнять элементы. Мне, на самом деле, страшнее, чем Александру. Потому что, если я буду падать, я буду падать не с метра девяносто, а где-то с двух с половиной метров с поддержек, которые он ее поднимает. Вот. Поэтому герой нашей парья. Мне кажется, как раз вот мужчинам, которые заняты в этом проекте, те, кто не спортсмены, намного сложнее. Потому что ответственность на вас действительно намного больше. Поскольку вы должны делать поддержки. И в ваших руках женщины, которых нельзя выпустить из рук. В парном катании Татьяна Анатольевна всегда обращает внимание на то, насколько бережно партнер относится к партнерщу. И выражение «хрустальная ваза» – это как раз тот самый термин, который Татьяна Анатольевна ввела в фигурное катание, который означает то, что партнершу нужно и поднять, и поставить как хрустальную вазу. Поэтому это главное правило. И каждый раз очень волнительно идти на поддержку, особенно новую, сложную. А мы их пытаемся усложнять. В общем, непростое это дело. Вы психологически готовите своего партнера к выступлению? Маргарита. Понимаете, мы постараемся получать удовольствие от творческого процесса. И мы боремся за каждый конкретный эпизод. Не ставим себе никаких отдаленных целей. Потому что на самом деле мы все боремся не друг с другом, а боремся с собой. Поэтому как дальше пойдет, никто не знает. И ставить себе целью, что мы в декабре месяце будем в финале, немножко рановато. Да будем. Да? Ну, как скажешь. Ну, действительно, сколько можно. Уже кокетничаем, кокетничаем все. Да будем. Видимо, Александр, вам придется готовить Маргариту психологически к каждому выступлению. Абсолютно. Я уже перехватил пальму перензика. Со мной уже считаются. Вот. Иногда прощают, когда я вдруг... Как это же приливы бодрости? Иногда прощают мои приливы бодрости. И от нее бодрости. Все будет хорошо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях были участники проекта «Ледниковый период» актер Александр Дьяченко и призер чемпионатов Европы и мира Маргарита Грабяско. Успехов вам, ребята. Спасибо большое, Катя. Спасибо.